Пациент поступил в час 40 в максимуме, это правда? Полностью это его история болезни. Врачи и сами с увлечением пока тестируют эту новинку. Эта разработка называется «Проектор». Правда, демонстрируют на нем не фильмы, а истории болезни, анализы, рентген и МРТ-снимки. У этого устройства есть доступ к общей базе данных всех пациентов 4-й больницы. То есть лечащий врач по факту не привязан к компьютеру и своему кабинету. Он сам приходит к больному и рассказывает ему о его состоянии. Да еще и наглядно все это демонстрирует. Вот это последнее наше устройство позволяет наглядно любую стену делать интерактивной доской. И на ней прямо есть и диктовать, и вводить эти данные. И получать, опять же, и показывать рентген-снимки, анализы крови. Допустим, они тоже у нас проходят через как раз безбумажном варианте, через электронную систему Авицен. А вот эти браслеты – еще одно новшество клиники. Они разных цветов. Красный, к примеру, одевают самым тяжелым больным, нуждающимся в экстренной помощи. Пациенту не нужно показывать врачам историю болезни на бумаге. Медик просто фотографирует специальный штрих-код на браслете, и в его смартфоне, подключенном к общей базе данных, отражаются все диагнозы и анализы. Благодаря этим браслетам уже во всех службах парклиники, это рентген-кабинет, УЗИ-кабинет, они знают, кого первым надо будет принимать, кого побыстрее надо будет обслуживать. То есть красный, желтый, зеленый цвет, которые красный, желтый, они ведут в первую очередь. Вся информация о пациентах, когда-либо поступавших в больницу, будет храниться 25 лет в общей базе данных. Еще одно нововведение, внедренное в клиники – мониторинг бригад скорой помощи. То есть врачи приемного отделения по GPS отслеживают неотложки, которые едут к ним. И уже заранее по компьютеру узнают о диагнозе своих будущих пациентов. Мы уже видим, да, время доставки пациента, время поступления вызова. Это все отслеживается по электронной карте. И плюс к этому мы можем давать рекомендации с нашей стороны отсюда, какие надо пациенту оказать на месте первую помощь, скорую помощь. К общей информационной системе больницы подключены и 115 камер наблюдения. Через специальное приложение главврач, а также заведующий отделениями, могут в режиме онлайн удаленно следить за всем происходящим в клинике через свои смартфоны. В больнице установлено и вот такое электронное табло, в базу данных которых входит не только вся информация о пациентах, находящихся в больнице, но и так называемые протоколы диагностики. То есть любой желающий здесь может в режиме онлайн посмотреть, какие медицинские услуги ему просто обязаны оказать бесплатно, а за какие все-таки придется заплатить. Пока подобная единая информационная система, позволяющая сделать работу врачей безбумажной, работает только в 4-й городской больнице. Но опытом коллег уже заинтересовались главные врачи практически всех казахстанских клиник.